Вечер. Утро. Мудренее. Программа для тех, кто хочет слышать. Прямые ответы на прямые вопросы. В прямом эфире. Здравствуйте! В прямом эфире вы слушаете программу «Вечер. Утро. Мудренее». Потому что вечер. Утро. Мудренее. В студии «Радио России Хакасия» ведущая Олеся Калиниченко, Татьяна Кириллова за звукорежиссёрским пультом. Звукорежиссёр Светлана Васина. Олеся, как мы с тобой договаривались представлять наше радио? Радио, которое слушаете только вы, а лучше так, радио, которое кроме вас никто не слушает. Может быть, может быть. Опять же, может быть. Наша аудитория не такая большая, но будем думать, что очень преданная. И ломаем мы здесь головы над серьёзными проблемами. Так чью же голову мы сегодня будем ломать и по какому поводу? А сегодня у нас в гостях руководитель Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Республике Хакасия полковник полиции Евгений Викторович Петров. Здравствуйте! Это Коснаркоконтроль! Слышали такую музыкальную композицию? Слышал. У нас есть такая традиция в программе делать музыкальные паузы, но вот это всё, что мы можем. Все песни, которые мы нашли. Потому что порядочных песен про наркотики и наркоманию не поют. Да, пропаганду мы здесь устраивать, конечно же, не будем. После представления нашего гостя тема разговора становится слишком очевидной. Борьба с наркопреступностью в нашем регионе. Мы приглашаем наших радиослушателей присоединиться к разговору. Телефон студии 227068. Звоните, задавайте свои вопросы по теме. Высказывайте своё мнение. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков приводит такие данные. Ежедневно на покупку наркотиков в России тратится около 4,5 миллиардов рублей. Таким образом, годовой объём российского наркорынка приближается к полутора триллионам рублей. Цифра какая-то астрономическая. И ещё такие любопытные цифры. В стране зарегистрировано около 8 миллионов наркозависимых людей, и каждый второй потребитель является ещё и продавцом. То есть он потребляет, и он же продаёт. Он в любом случае в этой схеме участвует, и как продавец, и как потребитель. Евгений Викторович, а что Вы можете сказать относительно нашего региона? Наркоситуация в Хакасии по данным мониторинга оценивается уже третий год подряд как тяжёлая. Вот что это за мониторинг, какие параметры заложены в него, и почему всё-таки тяжёлая? Там несколько критериев оценки и параметры. Есть ряд медицинских показателей, и есть ряд правоохранительных показателей. А поточнее, пожалуйста. Например, медицинские показатели – это количество передозировок употребления наркотиков, количество смертей употребления наркотиков, количество наркозависимых на 100 тысяч населения. Плюс есть показатели правоохранительной деятельности, связанные с результатами правоохранительной деятельности. Там тоже есть ряд показателей, которые в целом и формируют общую картину. То есть по нашим показателям, в среднем, получается, выводится такая оценка, как тяжёлая. У нас и количество наркопотребителей на 100 тысяч населения не маленькое. То есть по итогам 2014 года это было порядка 260 человек на 100 тысяч населения. Допустим, в Бурятии показатель был около 78 человек на 100 тысяч населения. То есть вы можете представить, какая разница. Есть, конечно, регионы, но их немного, где и выше показатель. То есть, допустим, Иркутская область, там около 400 человек. Ну вот Иркутская область, это, конечно, для нас не образец для подражания. Но вот такая вот статистика, к сожалению, в республике Хакасия сложилась уже в течение нескольких лет. Она такая стабильно тяжёлая или... Ну вот, допустим, если сравнивать с 2013 годом, 2014, то наблюдаем некоторое снижение показателей, там, на 3% по наркозависимым. Снижение идёт по количеству передозировок тоже где-то в 2 раза. Снижение идёт по количеству смертей было 25, стало 15. Ну, в любом случае, есть определённые пороговые значения, да, в которые вот мы попадаем и... А почему, за счёт чего, что здесь сказывается, что играет определяющую роль? Конечно, ну, ряд показателей. В первую очередь, экономическая ситуация в регионе. То есть, как правило, наркотики, в первую очередь, идут в развивающиеся, экономические такие благоприятные... То есть, население Хакасии вполне платежеспособное, наркотики ему по карману. Да, да, да. Это, в первую очередь, для наркозбытчиков, это же бизнес. Благосостояние населения, в первую очередь, как бы, влияет на насыщаемость рынка. Ну, плюс вот компактность, плюс то, что вот он таким анклавом является, да, и вокруг много регионов, в том числе близость крупного богатого региона, как Красноярский край. Это всё плюс логистика удобная. Есть и железная дорога, есть и автомобильные хорошие дороги. То есть, поэтому это всё как раз и способствует. А растущая на наших полях конопля, она как-то, вот, показатели усугубляет? В сравнении, допустим, с Туинской коноплей, она намного хуже по качеству. То есть, зря боремся? Ну, не зря, конечно, потому что те, у кого нет денежных средств, они её собирают, как говорится, без денежи. Сказать, чтобы из наших наркотиков, то есть, из нашей конопли, которая произрастет на территории Республики Хакасия, можно было бы сделать бизнес, такого, конечно, нет. То есть, это всё собирается и употребляется. Евгений Викторович, вот мы не зря привели данные, согласно которым годовой объём российского наркорынка равен почти полутора триллионам рублей. И если исходить из того, что за наркотиками стоят огромные деньги, то можно ли вообще противостоять этому? Понятно, что за очень большими деньгами стоят очень большие люди, скорее всего. А те, кто попадается с наркотиками с небольшими объёмами, удается ли задержать каких-то особо опасных, особо крупные размеры? Если мы оцениваем качество нашей работы, то мы, в первую очередь, смотрим, сколько мы пресекли деятельность, с каких групп, допустим, преступных. То есть, это наиболее такая общественная опасность, опасная форма проявления наркопреступности, именно групповая, организованная. Поэтому мы здесь можем констатировать, что у нас есть определённые результаты. То есть, мы ежегодно изобличаем, даже в маленькой Хакасии, довольно-таки большое количество групп различных, которые сформировались именно для излечения дохода. Это же, наверное, всё-таки такие стрелочники. Ну, что значит стрелочники? Какие стрелочники? Что значит стрелочники? Ну, это те, кто в этой цепочке самые последние, не столь значимые. Разные есть варианты. То есть, есть и... Ну, расскажите об интересных вариантах, пожалуйста. Есть, конечно, наиболее распространённая группа из вот этих избытчиков. Да, это, естественно, не завозено. Потому что их всех больше. Те, кто как раз уже стоят непосредственно перед потребителем. А оптовики, поставщики, они вообще могут проживать в другом регионе. А могут проживать вообще за границей. Вот они-то и определяют погоду и вот эту тяжелость ситуации в Хакасии. И они остаются неуязвимы. Смотрите, вот оценка, она должна опираться на два вот этих основных показателя. Это спрос и предложение. Соответственно, спрос рождает предложение. Поэтому говорить, что вот прямо вот приехали плохие дяди и начали здесь, как говорится, поставили киоск по продаже наркотиков, да, нельзя. То есть, есть потребители, они в любом случае будут формировать предложение. То есть, сформировано это всё было, вот эта категория потребителей, не сегодня, не вчера. То есть, был момент, когда вот в 2003 году, когда создавали органы наркоконтроля, да, когда ситуация государственного, к сожалению, была упущена. И улицы были просто наводнены наркоманами. Ну, вот это всё как последствия вот ещё тех времён, когда вот эти вот потребители, они, конечно, выбывают из наших рядов, но рекруктируются новые, вовлекаются. То есть, недаром и уголовная ответственность есть за склонение к употреблению наркотиков. Поэтому каждый наркоман в среднем по статистике, да, в год вовлекает под 10-15 человек. А возрастная категория какая наркоманна? Ну, вот если брать вот нынешнюю ситуацию, во-первых, она характеризуется полностью перепрофилированием наркорынка на потребление синтетических наркотиков. И, соответственно, изменением вот категории потребителей, если раньше, допустим, что касалось тяжёлых наркотиков, да, употребляемых внутривенного опиата, там, производных из мака, в том числе и героина, да, то среди них много было людей, уже побывавших в местах лишения свободы, да, то есть, контингент был такой более криминализированный. То сейчас мы, к сожалению, вынуждены констатировать омоложение наркопотребителей. И с учётом вот того, что поменялась в целом схема сбыта, то есть, бесконтактным способом можно посредством интерната приобрести, через закладку взять, это как раз доступно молодёжи. Так вот, выработали ли наркополицейские новые, так скажем, эффективные методы, способы раскрытия преступлений в сфере наркобизнеса? Как вы сами сказали, наркобизнес зайдёт в ногу со временем? Конечно, конечно. И наши возможности увеличиваются. Но не надо забывать, что мы всегда находимся в роли догоняющих. Догонять всегда очень трудно. Что-то придумывается, мы под это подстраиваемся, естественно, проходит какое-то время определённое. Поэтому тут этот процесс неизбежен. Вам известны какие-то секреты, ухищрения наркодельцов? Вы не расскажете. Конечно. А вот вы ничего нам не рассказываете. Почему я ничего рассказываю? Я вам очень много... Уже очень много раз. Вы внимательно слушайте меня. Ясно. Изменился способ передачи наркотиков от контактного до бесконтактного. Вот как с этим, я так понимаю, что сложнее бороться, да? Ну, тактику и методику оперативно-засновой деятельности я не буду в эфире разглашать. А, как бы, в целом скажу, что у нас есть контраргументы, поэтому, что подтверждает наличие сейчас и в СИЗО, и в местах лишения свободы вот этих вот как раз товарищей, которые занимались бесконтактно с сбытом наркотиков. Что делать? Я знаю, есть такие случаи, когда люди становятся свидетелями того, что... Обращаться к нам на телефон доверия. 8-800-333-400. На сайте, да, он есть? Конечно, конечно. Крупными цифраме. Мы в круглосуточном режиме принимаем телефонные сообщения. А звонят? Конечно. А вы что делаете? Проверяют. И часто вот по результатам этих звонков приходится предпринимать какие-то конкретные меры? Нет. Пустышек много бывает. Конкретные меры мы предпринимаем по каждому звонку. Имеется ли положительный результат или отрицательный, все зависит от своей временности звонка, от достоверности информации. То есть есть примеры, когда соседи пытаются таким образом сводить счеты, да. Есть, когда информация представляется не совсем здоровыми людьми, да. То есть, ну, понятно, что определенный процент пустышек, он, естественно, присутствует, но зачастую и подтверждается информация. Вот у меня есть свой опыт, я охотно вам о нем расскажу и делилась с ним своими коллегами. Когда мы готовились к этому эфиру, но это, правда, не сейчас, не в этом году, это было лет 5-7 назад, вот по соседству со мной жил наркоман. И то есть там был такой вот реальный притон, они как кулии существовали, это не просто дискомфортно, это очень опасно жить вот рядом с такими людьми. Звонила, и пока этот человек сам не умер от тридозировки, все-таки продолжалось. Ну, вот я вам должен рассказать, что за содержание наркопритона, как правило, дают условные сроки. Вот, поэтому вы можете даже и не увидеть, как данного гражданина уже привлекли к уголовной ответственности. Он находился под подпиской о невыезде, спокойненько ходил под следствием и мог продолжать. Потому что он же больной человек, понимаете, он ежедневно употребляет. То есть мы можем говорить, констатировать факт такого лояльности нашего закона? Да, вообще на сколько у нас закон? На самом деле закон у нас суров, конечно, у нас предусмотрен вплоть до пожизненного лишения свободы за наркопреступление. Ну вот, практика складывается так, что если, допустим, лицо ранее не судимо, то за хранение бесцелесбыта, за притонное содержательство, да, если оно не групповое, то, как правило, это условные сроки. Ну, извините, тогда вот я как обыватель ничего не понимаю. Тут рядом как бы с людьми живет вот этот человек. Вы вот так вот говорите рядом с людьми, да, а он что, не человек? А он, конечно, человек, только по подъезду ходить страшно, и там дети еще есть. Ну, он человек только больной. Да, конечно, а дети? А вот вы, допустим, можете знать, не знать даже, что вот рядом с вами живет человек, допустим, с открытой формой туберкулеза, да, и будет ходить... Нет, Евгений Викторович, я считаю, что даже как-то вот так вот, даже некорректно. Ну, корректно-некорректно. Можно говорить о гуманности, о деликатности, о чем-то там еще, но... Вот уголовная ответственность у нас, да, предусмотрена за хранение наркотиков в значительном, либо в крупном, либо в особо крупном размере. За хранение в размере менее значительного предусмотрена только административная ответственность. То есть мы знаем, что лицо употребляет наркотики. Мы его можем привлечь к административной ответственности за небезыцинское потребление наркотиков. Ну, если у лицо, допустим, безработное, для него это, ну что, ему нечем платить. Взыскать с него штраф невозможно, потому что судебный приступ приходит, он гол как сокол. Ну и что толку с такого, допустим, штрафа, который ему наложили? Ну, понятно, что и закон расставляет акценты, но, наверное, поэтому у нас и процветает наркомания. Ну, я бы не сказал, что она процветает. Это вот взгляд такой обывателя немножко устаревший. Нет, вы опровергаете, вот мы же приводили данные вашего, кстати, главы, начальника. Годовой объем российского наркорынка приближается к полутора триллионам рублей. Это все понятно, но, видите, как вот вы говорите, процветает наркомания. Она сейчас загнана в подполье, то есть это все вот проходит, и употребление наркотиков, избыт, да, он с такой, применением такой конспирации, да, что в годы войны не снилось такое, понимаете. Поэтому говорить, что это все на людях процветает. То есть, что вы видели, допустим, вашего соседа, да, который варит, да, ну, это просто вот он употребляет наркотики, которые нужно варить. А если, допустим, он употребляет наркотики какие-то другие, которые уже в готовом виде есть, да, то вы их знать не будете. Понятно. А как вы относитесь вот к тем данным, по-моему, российская газета опубликовала, что за последние пять лет, там, по-моему, 600 тысяч привлекли. Да, все правильно. И около 400 тысяч – это те люди, которые, ну, собственно говоря, употребляли только, то есть они хранили и употребляли. И, по-моему, вот глава вашего ведомства высказался, что не нужно вот этих людей садить, что их нужно лечить. Все правильно. Нет, я тоже согласна, что люди больные нужно лечить, но мне кажется, что вот конкретно в нашей стране вот сегодня, то есть у нас там больных, я не знаю. У нас онкологические больные умирают без лечения, без литарств, у нас дети умирают. То есть насколько реально вот этим людям, я не знаю, если их не садить, мне кажется, они там в тюрьме вылечатся быстрее, там же нет народа. Мы предлагаем посадить. Сегодня вот уже внесен законопроект в Госдуму, предлагающий изменить как раз вот санкции по статьям, не связанным со сбытом, то есть, да, по менее общественно опасным преступлениям, как раз вот именно заменить санкции на исправительные работы. То есть направление лица, совершившего преступление, если он является наркопотребителем, да, на реабилитацию медицинскую, медицинское лечение и ресоциализацию, в том числе вот в реабилитационных центрах. Они у нас есть? Насколько это реально вот сделать? Ну, сейчас у нас один реабилитационный центр, который получил уже сертификат на проведение вот этой вот работы. В республике, да? Да, всего их 11 у нас в республике, то есть, если рядом взять Красноярский край, то там еще их больше. Видите, смысл в том, чтобы, если ехать в реабилитационный центр, то желательно в другой регион, потому что, чтобы порваться своими связями полностью и погрузиться, как говорится, в незнакомую атмосферу, и там уже... Ну, это принудительное лечение, да? Нет, оно будет непринудительное, то есть, вот там не будет колючей проволоки, да, то есть, это будет, но это будет по решению суда. То есть, выхода нет, да? То есть, он обязан будет тогда пролечиться, да, все решения суда? Это на уровне закона, вернее, проект закона или уже действует? Это вот в части заменения санкций, это еще законопроект, но уже есть, возможность у судов принимать такие решения по уголовным делам и по административным материалам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. У нас есть такие примеры, когда человека не посадили, а отправили лечиться? У нас такие примеры есть, да. Продолжаем наш разговор. Какие приговоры выносят суды по раскрытым вами... Ну, я уже сказал, что если это касается хранения, то, как правило, это условные сроки наказания. В отношении торговцев, наркоторговцев, какие приговоры, ну, реально? Есть приговоры и по 12-15 лет. Так что это довольно ощутимые решения. Я считаю, что в целом суды именно в Хакасии, да, они довольно-таки принципиально жестко подходят. — Тогда вот получается, что, ну, в принципе, мы уже об этом говорили, что с коноплей сейчас ситуация не такая сложная. Или все-таки остается эта проблема, просто она как-то на второй план отошла? — Проблема с очагами дикорастущей конопли остается также актуальна. И мы будем в этом году также предпринимать меры к землепользователям и к землевладельцам, тем, кто не принимает меры по уничтожению очагов. — А меры должна принимать администрация, да? — Не администрация, а землепользователи или землевладельцы. То есть это могут быть физические лица. — Ну, а если на территории города, соответственно. — Могут быть юридические лица, да, там, ну, то есть кому земля принадлежит? И никто, может быть, ее в аренду взял. Вот это он и должен уничтожать там коноплю. — Мне в Абакане такой пример приводили люди в частном секторе, в Красном Абакане, в районе онкодиспансера, там есть какие-то места, пустыри. Там, говорят, люди, ну, такие они совершенно безобидные, вплоть до того, что там какие-то шалаши строили. Собирали, тут же, видно, употребляли. И вот люди жаловали, что вот как так коноплю эту никто не скосит. Ну, вот по мне так, то есть там не бабушки какие-то жили, немощные. Мужики там в этих домах наверняка есть. — То есть сами хозяева могли бы с косой следовкой выйти? — Да, мне кажется, можно выйти и как-то вот это убрать. — А кто их обяжет? — Я выходец из Бурятии, да, там, с учетом климата, там, да, такого сухого, жаркого, там конопля очень такая крепкая, ну, вот как вот приблизительно как Катувинская. То есть там содержание гидрокодоминола для сравнения с изъятым иранским гашишем одинаково, то есть вот в бурятском гашише, да. И вот там вот, если, допустим, где-то вот выйдешь в сельскую местность, да, вокруг, если не уничтожили, так там сразу видно, что вот одни вот эти вот стволы стоят все обдорганно. То есть реально пользуются спросом, понимаете. Я в прошлом году, когда приехал в Хакасию, я пешком ходил каждый день вот по утрам, по Абакану, по 8 километров разными маршрутами. И я столько конопли нашел, да, вот она бы хоть бы кем утронута была, понимаете. Вот прямо целыми во дворах, в частных домах, да, вот стоит там, растет. Просто как сорняк, никому не нужное, понимаете. Потому что наркоманы тоже не дураки, они понимают, что толку-то ее курить-то. Что ты возьми, он любого другой травы нарвит, покурит, что здесь, понимаете. Ну, хоть в этом плане нам повезло. Но не везде, потому что вот уникальность Хакасии в том, что, несмотря на небольшую площадь, да, здесь разные, получается, природные зоны, да, природные зоны. Есть и вот такие вот более влажные места, да, есть и вот сухие. То есть где по суше, там, да, там она получше произрастает. Ядрюнее, да. Да, ядрюнее. А здесь вот, допустим, вокруг вот столько водоемов, рек, здесь никому она не нужна, даром получается. Ну, что такое вот конопля, да, перед спайсами теми же? Ну, конечно, вред от спайсов, он намного, если концентрация в тысячу раз больше в спайсах. А вот то изменение законодательства, которое, по-моему, в декабре до прошлого года приняли Госдумой, ну, насчет спайсов, что теперь не нужно каждый раз эту формулу вносить в законопроект, то есть вот как-то помогло вам в этом бороться? Закон 7ФЗ предусматривает вот именно ответственность за уже введено новое понятие такое, да, новое психоактивное вещество. То есть у нас есть понятие наркотические средства, психотропные вещества, те, которые уже внесены в список, в пенечный, да, и запрещены законом. А эти новые формулы, да, синтетических наркотиков, они быстро меняют формулу, производят новые виды, и вот для того, чтобы своевременно бороться с такими новыми психоактивными веществами, как раз вот и ввели этот закон. Ну, но у нас пока мы выявляем только уже синтетические наркотики, которые уже включены в списки. Пока новых психоактивных веществ у нас не было изъято. — То есть это актуально для больших, да, наверное, таких миллионных городов, где постоянно что-то меняется? Ну, вот этот законопроект получается. — Я вот даже не могу сказать, для кого это актуально, потому что вот появится человек, да, который вот наладит канал, допустим, да, из какой-нибудь лаборатории, и начнёт это действие. То есть избытчики тоже, они перекочевывают с места на место. — Угу, интересно. — Получается как? Общество уже внесло свою такую пассивную лепту в дело борьбы с наркопреступностью. Мы давно простились с маком, который украшал наши садовые участки. — Олеся, рос у тебя мак? — Да, у мамы рос в огороде. Но мы его сами уничтожили после того, как нам огород вытоптали товарищи. — Ну, мак — это только цветочки. Дальше больше. Онкобольные люди после операций тяжёлых не могут или с трудом получают. Обезболивающее промедол. Это всё вот в рамках борьбы с наркопреступностью ужесточено, да, там каждая ампула на учёте. — Ну, там, знаете, на самом деле вот эти вот все вот громкие дела, связанные с суицидом онкобольных, да, я так понимаю, что вся нормативная база, да, которая регламентирует оборот лекарственных препаратов, она, это всё прописано в приказах Минздрава. То есть это всё вот приказы, да, они 99-го года выпуска, там, да, не выпуска, а издания. То есть, может быть, давным-давно назрела, конечно, уже необходимость их корректировать, но эти все приказы, да, они, опять же, перетекали из приказов ещё ранешних, СССРовских ещё, да, то есть приблизительно требования, и в советское время, при том, что наркоманов в то время было намного меньше, да, они тоже были такие же требования. Другое дело, что многие врачи, они, как бы, ну, перестраховывают, то есть есть возможность, и выдать. Всё это прописано в приказах, но почему-то не хотят выдавать, боятся, выдают, допустим, заменяют наркотики, допустим, другими препаратами, да, которые такого эффекта уже не имеют. Понятно, что когда уже там последняя стадия онкозаболевания, там уже бесконечные боли, там просто человеку облегчить остаток жизни, страдания, да, поэтому там, ну, я вот лично, допустим, да, То есть перегибается палка. Изучал вот эти все приказы, и здраво, да, и постановления правительства, которые всё это регламентируют. Больше перестраховываются, да? Всё, всё решаемо, всё решаемо, но вот, к сожалению, наши вот врачи не всегда на всю мощность вот этих вот тех регламентирующих актов, они используют их. Ну, это мы перечисляем, да, жертвы, которые мы принесли, наша лепта, пассивная, но лепта в дело борьбы с наркопреступностью. Дальше. Кадрин, содержащие препараты, для кого-то они были важны и нужны, они изъяты, да, из отличной сети? Они не изъяты. Не изъяты, но они… Они по рецептам. По рецептам. Рецепты на них не выписывают. Клофелин… А кто вам сказал, что на них не выписывают рецепты? А, то есть можно получить, пойти, тебе выпишут рецепты, ты получишь. Попробуем. Вы просто… Если у вас идет, допустим, простуда, кашель, они же противокашливые, вы обращаетесь к терапевту, он вам всегда выпишет такой рецепт. Ну, если, например, просто закашлял и не хота идти к терапевту, то тогда… Тогда уже не возьмешь. Народными средствами. А вот какие еще жертвы мы можем принести для того, чтобы все-таки наступило какое-то затишье? Я помню одно время, что-то даже про петрушку, помните, говорили, что как-то из нее умудрились там что-то выжимать. И из спичек что-то выжимают. Или сказки. Из спичек не выжимают ничего, а там серо, там это… спички, головки, их нужны для производства дезамархин в кустарных условиях. Но мы же не останемся без спичек. Ну, конечно, нет. Потому что спичек-то в нашей стране уж производится достаточное количество. Похоже, что изобретательности наркоманов нет границ, да? Вот они, желание-то… Да, ну, тут уже, в первую очередь, изобретательность проявляют наркозбытчики. То есть они, да, все-таки? Наркоман, наркоман, да, он лицо зависимое, да? То есть ему как бы вот, лишь бы подоступнее было что-то, да, он тем и будет лечиться. Вот особое беспокойство вызывают, конечно, дети, подростки, школьники. Я не знаю, сейчас проходят тестирование школьники, но несколько лет назад вот мы общались с Министерством образования и говорили, обобщали вот эти вот данные, да, вот этого тестирования. Говорили, что в Сыногорске прямо такие результаты положительные. Много, да, детей было. Ну, не много, ну, как сказать опять много, ну, несколько детей там и в Абакане, в городах Черногорске. Вот как обезопасить школу? Вот хотя бы, хотя бы вот школу как учреждение, да. Первичная профилактика как раз вот это понятие распространяется на молодежь, на тех лиц, которые еще не употребляют наркотики, да. Ну, вот как раз на школьников. То есть вот тут вот в первую очередь, да, это не правоохранительные меры. Это в школах, вот у нас в Хакасии, слава Богу, да, никто не предлагает и не сбывает наркотики. Здесь, в первую очередь, да, работа нашего общества, специализированных в Министерстве ведомств, по вовлечению молодежи куда-то в какое-то дело. Спорт, кружки какие-то, да, понимаете. Вот. Ну, мысль простая и понятна. Вот, знаете, о чем хотела спросить? Вот несколько лет назад, опять же, не знаю, как сейчас, в школах, буквально в школах, по школам гулял на свай. То есть я вот о такой защите, да, вот как барьер поставить? Нет, расскажите, спайс сможет попасть в школу? Конечно, может. Конечно, может. Конечно, может. Как противостоять этому? Кто? Самый простейший путь попадания – это через интернет. На любой яд найдется противоядие со временем. Говорят, что ложкой дегтя можно испортить бочку меда. Вот давайте спасем ложкой меда нашу бочку дегтя. Вот о каких-то перспективах, приоритетах, прогнозах. Такие ситуации у нас. Тяжелые. Но стабильные, да? Я так думаю, как врачи говорят, стабильно тяжелые. По крайней мере, вот тот сплеск, который был в 2014 году, сейчас его нет. То есть вот то изобилие тех групп, которая присутствовала на Хакасском наркорунке, да, мы их немножечко, конечно, попритушили, поприжали. Но святое место, что не бывает, естественно. Я не собираюсь одевать розовые очки, да, и тем более одевать их радиослушателям. Ну, нам, судясь, и вы их не наденете. Надо быть реалистами. Я вот что позитивного услышала сегодня, так это то, что наше население платежеспособное нам по карману. Это, это... Да. Ну что же, Евгений Викторович, будем прощаться. Время наше подошло к концу. В прямом эфире вы слушали программу «Вечер утром мудренее». Сегодня у нас в гостях был руководитель Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Республике Хакасия, полковник полиции Евгений Викторович Петров. Спасибо, что ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»